Четыре вопроса всем сочувствующим россиянам, включая вас, для того, чтобы определить, а точно ли мы союзники. На статус союзника, на эссенциальный статус союзника, сущностный. Первое. Чей Крым? Можете сразу не отвечать. Второе. Чья Чечня и чей Татарстан? Крым украинский. Чья Чечня и Татарстан? Нет, одну секунду. Алексей, это нечестный вопрос. Ваш, я скажу, почему нечестный вопрос. Во-первых, мне совершенно все равно, чья Чечня, только там так присосалась, что не отлепишь. А это вопрос, на который ответ будет дан истории. И я напоминаю, что вообще-то эта война ведется за нерушимость границ 1991 года. И, соответственно, если те же самые Соединенные Штаты будут считать, что Россия распадется после победы Украины в этой войне, то есть большая вероятность того, что Соединенные Штаты не будут, будут меньше помогать Украине, боясь, что Россия распадется и на ее территории начнется ядерная война. Я не призываю к распорту. И, соответственно, честный ваш вопрос сейчас, почему я могу сказать? Предельно честный для украинцев. Для того, чтобы искать общие точки, вы начинаете искать, на чем можно разойтись. А разойтись можно всегда на чем-то. Разойтись можно даже на тупых концах и на острых концах. Но я объясню. Давайте я вам продам нашу точку зрения украинскую. В чем она заключается? Она заключается в том, что люди, которые в России отвечают, что Чечня, Татарстан, Бурятия, Калмыкия, Мордва и так далее, это нерушимая Российская Федерация, для нас имперцы. А от империи всегда будет исходить опасность. Будь она путинская или не путинская. Сам мы считаем здесь, я не говорю, что я так считаю, у меня есть своя точка зрения, но большинство из нас считает здесь так, что Россия опасна для Украины и не только для Украины, для всех, то, что называется, полневолонных народов, то есть народов, порабощенных народов, пока она в статусе империи, либеральная ли она, авторитарная ли она, тем более, что она переходит за 15 секунд из либерального в авторитарную. И четвертый вопрос, нужно ли ядерное разрушение России после этой войны и по результатам этой войны.